Добрый день, дорогие студенты! Сегодня нам приходится проводить День открытых дверей в виртуальном режиме, но мы очень надеемся в скором времени увидеть вас в личном общении. А сегодня делаем то, что можем. Мы будем говорить о кафедре высших растений. Она основана, как мы считаем, в 1804 году, как общая кафедра ботаники. В 1804 год был очень важным годом для Московского университета, потому что большое число профессоров было приглашено из-за границы для того, чтобы возглавить вновь организованные кафедры в Московском университете. И одним из них был Георг Франц Гуфман, основатель кафедры ботаники. Он здесь на портрете изображен как человек молодой, но на самом деле он уже был вполне зрелым и сложившимся ученым. Когда прибыл в Москву, он приглашен из Гетингенского университета, где он занимал точно такое же положение, заведовал кафедрой ботаники и руководил ботаническим садом. Он был одним из крупнейших ботаников того времени. К нему на лекции приходили Гёте, Гумбольд, насколько я припоминаю. И он был создателем первого полевого определителя растений Германии. Вот такого как определитель Маевского, по которому вы, по идее, должны были бы на летней практике определять растения. Гуфман внес очень большой вклад в развитие науки. Он был одним из первых монографов семейства «Зонтичные». И этому семейству до сих пор уделяют очень большое внимание и в Московском университете в целом, и в частности у нас на кафедре. Мы являемся лидерами до сих пор по изучению этого важного семейства. Здесь показаны некоторые другие заведующие кафедры, которых тоже хочется отметить. Иван Дорофеевич Чистяков. Видите, он умер совсем молодым. Но он делал очень важные исследования и в частности внес важный вклад в изучение деления ядра растительной клетки. Иван Николаевич Горожанкин был основателем той научной школы, которая в течение XX века развивалась на кафедре и продолжает развиваться сейчас. В общем, мы чувствуем очень непосредственную связь именно с ним, с его учениками. Он один из создателей эмбриологии растений, которая тогда активно развивалась. Он внес большой вклад в изучение эмбриологии голосеменных растений. И этот вклад, в общем, всеми в мире признается. Константин Игнатьевич Мэйер долго заведовал кафедрой в очень сложные годы и был необычайно разносторонним человеком, как и многие другие руководители кафедры. Он был одним из виднейших альгологов нашей страны. Выполнил классические исследования по микроскопическим водорослям озера Байкал. Но при этом он активно занимался и цветковыми растениями, да и по махообразным у него тоже очень важные были работы. И уже в самом конце жизни он выполнил несколько классических и хорошо цитируемых работ по эмбриологии цветковых растений. Вадим Николаевич Тихомиров был очень известным ученым и организатором науки. И благодаря его стараниям коллектив кафедры занял лидирующее положение в изучении флоры, в первую очередь центральной России. И он внес очень большой вклад в охрану природы, создание красных книг. Он стоял у истоков дружины охраны природы Московского университета. И, в общем, был очень известным человеком. Ну, теперь два слова, сказав про заведующих, некоторых заведующих кафедрами, кафедрой высших растений и про кое-что про историю кафедры. Теперь мы поговорим про то, чему сейчас учат на кафедре. Ну, как и везде у нас, значит, бакалавриат и магистратура. И здесь, на этом слайде, перечислены те спецкурсы, которые студенты будут слушать в бакалавриате. Учебный план постоянно меняется. Он буквально постоянно на наших глазах как-то трансформируется. Поэтому я не могу вам дать стопроцентную гарантию, что все, что здесь сказано, оно будет притворяться в жизнь именно так. Но что я обещаю, это то, что мы будем стараться при всех возможных изменениях учебного плана сохранять ту общую направленность, которая у нас на кафедре есть. Направленность состоит в том, чтобы дать широкое образование по всем важнейшим направлениям исследований, связанным с растениями. От структурных особенностей растений, то есть морфология, анатомия, до их экологических каких-то особенностей, и вещей, связанных с эволюцией, и вещей, связанных с прикладными аспектами изучения растений. Возможно, вас заинтересует, в чем особенности преподавания на нашей кафедре по сравнению с другими кафедрами, которые связаны с изучением растений. И вот здесь я скажу, что наша изюминка состоит в том, что мы очень хорошо рассказываем о том, что же находится внутри у растений, как они устроены, как они функционируют, как связано строение с функцией. И мы занимаемся достаточно много вещами, связанными с использованием молекулярных методов в изучении растений. Кроме того, у нас очень традиционно, очень сильное направление в области изучения пыльцы. Вот полинологическое направление, по нему у нас очень тоже хорошее преподавание, и, ну как и по всем остальным, конечно, предметам, и это вот имеет практически такие вот приложения. Ну вот здесь перечислены эти спецкурсы. Значит, основы микротехники и микроскопии – это то, что дает возможность непосредственно проникнуть вглубь растения, и мы считаем это необычайно важным спецкурсом. Морфология и анатомия растений – это наши тоже базовые спецкурсы, которые дают основы представлений о ботанике. Они идут в разных вариантах, и на самом деле они включают несколько спецкурсов. Вот, в частности, анатомия растений, она включает базовый лекционный спецкурс, который читает Александр Константинович Симонин, который связан именно с пониманием структуры через функцию. И практическая часть, которую ведет моя Владимир Ивановна Ниловой, вот в ней два варианта. Одна связана с изучением тропических растений, и другая связана с изучением растений умеренной зоны. Также морфология растений, она возможна в варианте, когда больше внимания уделяется таким теоретическим моментам, и другой вариант, когда дается возможность познакомиться с особенностями микроклонального размножения растений. Значит, цитоэмбриология растений, собственно, это цитология и эмбриология растений, полинология и спорово-польцевой анализ, молекулярная ботаника – это большой спецкурс, который тоже имеет основную и вариативную часть, и рассказывает, поскольку это бакалавриат, о всех базовых моментах, связанных с использованием молекулярных методов в ботанике. И здесь же и основы колодистического анализа тоже появляются. Математические методы в ботанике – очень серьезный специальный наш курс, потому что мы считаем, что того, что дается в общей факультете, этих курсов недостаточно для наших конкретных целей. Значит, палеоботаника, читает специалист с геологического факультета. Важнейшее семейство цветковых растений, значит, здесь это систематика цветковых растений, микроэволюция или доместикация растений, видите, демография, флористика, антикология, фитогеография. Теперь, конечно же, после третьего курса у нас есть кафедральная летняя практика. Мы очень серьезно относимся к летней практике. И сразу хочу настроить вас на то, что на нашей кафедре мы рассчитываем, что те, кто на нее пойдут, реально поедут на эту практику и пройдут эти занятия. Мы относимся к этому серьезно. Надеемся, что у вас есть возможность по здоровью на эти практики. И желание, главное, самое главное желание на эти практики поехать. Практика по субтропической флоре, ну и одновременно общей морфологии растений на Кавказе. Ее ведет Александр Сергеевич Зернов, наш ведущий специалист по флоре Кавказа. Ведущий в России специалист. Практика по репродуктивной биологии растений, значит, морфологии вегетативных органов и биоморфологии. Практика по морфологии соцветия, она проходит в ботаническом саду. И мы очень рады, что мы имеем возможность живые коллекции ботанического сада показать студентам одновременно с этой практикой. Ну и мы не забываем также о геоботанике и флористике. И эта практика тоже выездная. Она проходит в разных регионах, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства сезона. Ну вот, например, в Ахангельской и Белгородской области мы стараемся сделать так, чтобы эта практика проходила таким образом, чтобы были получены какие-то практически значимые результаты. Например, что-нибудь типа помощи студентов в инвентаризации флоры какой-нибудь охраняемой территории или что-нибудь в этом духе. Ну и, конечно, в магистратуре мы стараемся не упускать никаких возможностей международных практик. И вот международная практика в Вьетнаме, наши студенты в ней участвуют. И мы считаем это очень важным моментом. Значит, кафедральные спецкурсы в магистратуре. Тут большой список этих спецкурсов. Он продолжается на следующей странице. И, естественно, эти спецкурсы очень разнообразны, поскольку здесь уже есть возможность гораздо шире познакомиться с наукой о растении. Значит, вот начинается... Ну, я здесь просто поставил впереди генетику развития растений, геномику растений и введение в данных секвенирования, как такие исследования, как такие вопросы, связанные с какими-то современными направлениями науки. Конечно, генетикой развития растений мы непосредственно на кафедре заниматься не можем, но мы, во-первых, сотрудничаем в этом направлении с коллегами. И, кроме того, наш специалист Татьяна Евгеньевна Крамина, она очень хорошо подготовила этот курс, который таким образом, чтобы он вообще был доступен и не специалисту, что очень важно, конечно. Геномику растений ведет Анна Сергеевна Спиранская, которая действительно является одним из очень опытных в нашей стране специалистов по секвенированию нового поколения. И мы, можно сказать, из первых рук студенты получают очень важные навыки. Этот второй спецкурс введен именно в прошедшем году, и мы надеемся на его плодотворное развитие. Значит, гистология. Мы продолжаем развитие навыков практической работы у студентов с внутренним строением растений, и поэтому тоже считаем очень важным этот спецкурс, который ведет Антон Сергеевич Беер. Теоретическая эволюционная морфология в биологии. Значит, это тоже принципиально важный спецкурс, который читает Александр Константинович Симонин. Он связан с фундаментальными проблемами понимания структуры растений. Здесь теоретические вопросы. Проблемы гомологии, проблемы эволюции, эволюции, морфологической эволюции. И это абсолютно уникальный спецкурс, который мы просто счастливы тому, что у нас возможность такой спецкурс иметь присутствует. Целый ряд спецкурсов, связанных с морфодинезом растений. Вот видите, морфодинез растений ин вива и ин витр, клеточная основа морфодинеза растений. Здесь очень тоже важные моменты, в том числе активно развивающиеся современные направления в этой области. Патогенез растений. Что бывает, когда ненормальные процессы морфодинеза реализуются, а какие-то необычные, связанные с патологией. Карпология, наука о плодах, воскулатура и морфодинез цветка, экологическая анатомия растений, диагностика растений и растительных объектов. Это очень важные практические навыки дает. И есть особый раздел, связанный с торфяным анализом. Анализом того, что тех остатков, которые есть в торфе, что очень важно для исторических реконструкций в ботанике, да и вообще в биологии. Репродуктивная биология и география растений, микросистематика культурных растений. Мы рассчитываем, что те, кто не ознакомился в бакалавриате с одним из этих направлений, может это сделать в магистратуре. Информационная технология. Ну и в конце написано, но это далеко не последний по значимости, а очень даже важный по значимости спецкурс. Большой спецкурс, связанный с изучением разнообразия махообразных, папоротников, голос семенных, покрытосеменных растений. Глубокое и серьезное изучение разных групп высших растений. И это с практическими занятиями. Ну, как и везде мы, как и во всех других подразделениях, мы, конечно, стараемся публиковаться в хороших журналах. Здесь вот показана такая картиночка о том, как мы в каких журналах публикуемся. Ну вот красненькие, это вот импакт-фактор журнала, а это вот число статей в этих вот журналах. Ну, год назад я эту картинку сделал, но не думаю, что она кардинально изменилась. Вот красненькие – это журналы, так сказать, более высокой категории, так называемые, высокорейтинговые журналы, и в них мы публикуемся. Ну, вот это вот такие наши основные качественные журналы, в которых выходят статьи наших сотрудников American Journal of Botany, Botanical Journal of Renan Society и Taxon. Но также, обратите внимание, большое число статей выходит в журналах такого среднего, но все же заметного импакт-фактора и доступных для международного сообщества. И особенно вот хочу обратить внимание на журнал «Вульфейни». Это журнал, который совершенно уникален тем, что он, значит, издается в Австрии, и его главный редактор Роланд Эбервайн, вот здесь он показан в беседе с Александром Константиновичем Тимонином, Роланд Эбервайн, будучи, в общем, известным морфологом растений, он пришел к выводу о необходимости продвижения статей из России на международной арене. И он колоссальные усилия предпринимает для того, чтобы статьи российских авторов, и в том числе статьи, в первую очередь статьи, конечно, сотрудников нашей кафедры, они на международной арене были доступны. И это взаимовыгодное сотрудничество, потому что журнал имеет достаточно высокий в результате импакт-фактор. На эти статьи ссылаются. Ну, конечно, не одними только статьями. Мы богаты и необычайно важны и монографии. И большое число монографий кафедры издает. Вот здесь вот эта работа, которая здесь представлена, Александр Петрович Сухаруков, с авторами в ней, она выглядит как статья в журнале, на самом-то деле это монография. Вот здесь написано монография, видите, она больше 140 страниц. И это таксономическая ревизия очень важного и сложного семейства Марио и хиноподиации в Ямалаях и Тибете. Конечно, вот такого рода монографии, они закладывают основы на десятилетия, если там не на столетия изучения каких-то проблем, на них будут постоянно ссылаться исследователи всего мира. Ну и вот эта монография, она очень удачно показывает, что мы совершенно не обязательно ориентируемся только на проблемы, которые вот в нашей стране есть. Мы изучаем и то, что у нас, и то, что за границей, потому что ботаника, она не ограничивается рамками одной какой-то страны проблемы. Ботанические они всемирные, и, ну допустим, Ямалай и Тибет – это необычайно важный регион. Он важен для понимания флоры всей Евразии. Ну вот, если говорить о нашей стране, то вот, например, завершено вот издание второго тома «Флоры Нижнего Поволжья». Это очень-очень важный и сложный проект, который в течение многих лет реализовывался и, наконец, закончен. Ну вот, по крайней мере, эта часть его закончена. Вот второй том. И здесь вот очень большое число сотрудников нашей кафедры приняли участие. Ну и надо сказать, что локомотивом этого издания стала наша выпускница Наталья Михайловна Решетникова, которая работает в главном ботаническом саду. И, в общем, мы гордимся тем, что так успешно она способна реализовывать начатые проекты. Здесь большое число других монографий и учебников, которые наша кафедра издает. Ну, в частности, вот учебник Людмилы Ивановны Лотовой вы хорошо знаете, учебник Александра Константиновича Тимонина вы тоже хорошо знаете. Ну и, в общем, они какую-то новую страницу обучения ботаники в нашей стране, я думаю, открыли. Мы активно участвуем в каких-то международных программах. И вот, в частности, я считаю, мы очень хорошо выступили на Международном ботаническом конгрессе в Шэньчжэне, в Китае, который прошел три года назад. Там, видите, было пять устных докладов от кафедры, организация секций, большое число стендовых докладов. И вот, в общем, наша российская делегация, которая во многом представлена именно нашей кафедрой, очень хорошо выглядит на... В общем, она там очень хорошо выглядела, на этом конгрессе. После этого конгресса еще был организован симпозиум, маленький, но очень важный тоже международный симпозиум по порядку Апиалис. Его одним из основных организаторов был Максим Сергеевич Нуралиев. И тоже очень приятно, как организован был этот симпозиум. Он нашу кафедру очень хорошо позиционирует на международной арене. Ну и очень удачно у нас прошел симпозиум, посвященный 90-летию профессора Людмилы Ивановны Лотовой. Он прошел полтора года назад. Мы видим, какое большое число участников из разных стран к нам приехало. Слава Богу, еще тогда было можно до пандемии приезжать людям из одной страны в другую. И вот приехали очень известные такие первостатейные классики, можно сказать, из разных стран. Вот тут коллега из Америки и коллега из Великобритании показаны. Вот в Звенигороде они побывали на экскурсии. Посмотрели наш магазин, как он выглядит. И, конечно, болото Симы им очень понравилось. Ну и результатом этой конференции стал специальный выпуск международного журнала, ботанического журнала Ленеевского общества. Это один из высокорейтинговых журналов по нашей проблематике. Вот там специальный выпуск, посвященный памяти Людмилы Ивановны Лотовой, в котором статьи ученых из разных стран собраны. И в марте этого года он уже окончательно выйдет. А вот это вот... Ну, на самом деле, все статьи уже опубликованы на сайте. Их осталось собрать только в один выпуск. Это, я считаю, удачное тоже позиционирование нашей кафедры на международной арене. Ну, то, что мы хорошо работаем, оно отражается в различных наградах и премиях. К сожалению, не могу все зачитывать. То, что здесь сказано, вот последнее достижение. Могу сказать, что Александр Сергеевич Зернов получил премию имени Комарова Российской Академии Наук за многолетние работы по флоре Северного Кавказа. И медали Российской Академии Наук с премиумом для молодых ученых вот получили Максим Сергеевич Нуралиев и Николай Александрович Веслобуков. За изучение флоры в Вьетнам. Довольно много у нас разных грантов. Тоже не буду все здесь перечислять. Но, в общем, стараемся и грантовое финансирование получаем. Особенно приятно, что аспиранты тоже смогли получить поддержку для своих работ в 2020 году. Ну, теперь кое-какие направления наших исследований я озвучу. И какие-то исследования, какие-то работы, которые там делаются, отдельные, достаточно тенденциозно выбранные, потому что невозможно объективно охватить все, что делается на кафедре. То, что привлекло мое внимание, я укажу. А дальше, конечно, можно смотреть гораздо более широко. Значит, по анатомии растений большое число исследований идет. И это наше классическое такое направление. Но очень важно его сохранять, потому что это то, в чем мы позиционируемся, как сильные на российской и мировой арене. То, за что нас уважают, за то, что мы сохраняем хорошее знание этого направления. Как важно знать и понимать устройство растений, можно сделать вывод вот из этой работы Александра Константиновича Стимонина. Она такой теоретический характер носит, но в ней пересматривается, в общем, общепринятое сейчас представление о том, как же работает мизофил растений с С3-фотосинтезом, то есть самый банальный обычный мизофил со столбчатыми и губчатыми частями, как он работает как оптическая система. Вот здесь есть теоретические представления, которые используют специалисты по физиологии растений. Некоторые, не говорю все, но некоторые активно используют. И как это в реальности происходит. И показано, что те теоретические модели, которые используются, в частности, в экспериментальных исследованиях, они просто не могут быть правильными и нуждаются в самом решительном пересмотре. Анатомия растений необычайно широка. Ее можно очень по-разному, так сказать, повернуть. И в частности, она необычайно важна для поиска признаков, которые бы охарактеризовали группы, выделенные с помощью молекулярных данных. Вот не секрет, что молекулярные данные позволяют строить очень хорошо обоснованные филогенетические деревья, но те группы, которые выявляются на этих деревьях, они зачастую не имеют какого-то ясной немолекулярной интерпретации. Понятно, что таких ситуаций гораздо больше, скажем, допустим, в микологии, где огромное количество групп никак в орхологически не характеризовано. Но они появляются, конечно, регулярно и у растений. И выявляются такие ситуации, которые можно описать как криптические виды, виды, которые вроде бы не существуют, но внешне как-то без молекулярных исследований их установить не удается. Но во многих случаях те группы, которые кажутся криптическими, то есть не имеющие ясного какого-то морфологического или анатомического наполнения, они только кажутся таковыми. И при более детальном исследовании удается обнаружить признаки, которые их характеризуют. И вот анатомия как раз зачастую очень сильно в этом помогает. Вот это исследование нашей студентки Даяны Жирновой. Это ее курсовая работа опубликована в этой статье. Она связана с изучением африканских растений. Частичный материал собран в ходе ее полевых исследований в Южноафриканской республике. И здесь попытка установить разницу между двумя группами семейства оралиевые, которые по молекулярным данным оказались достаточно хорошо обособленными и описаны как отдельные роды. Но признаки их не очень ясны. И вот изучение количественных признаков анатомии древесины, именно варирование количественных признаков, оно позволило достаточно неплохо вот эти группы охарактеризовать. Вот видите, здесь размер пор между члениками сосудов. Вот он оказался важным признаком. Кроме того, анатомия растений очень важна для различных исследований, связанных с диагностикой. В самых разных областях эта диагностика может понадобиться, но очень часто она нужна в гуманитарных науках. И постоянно обращаются на кафедру, конкретно к моей Владимировне Ниловой, обращаются с просьбой что-нибудь такое определить. Например, вот из чего сделан саркофаг, в данном случае из сикамора. Он сделал, что можно установить по анатомическому строению древесины. Вот в чём необычайная важность таких вот экспертных работ. А экспертные работы могут в самый разный характер носить, они могут быть связаны с криминалистикой, а не только с такими фундаментальными исследованиями. Тут очень важно иметь широкий кругозор и огромный опыт. Это то, чего накапливается только в ходе многолетней работы. И то, что может только быть передано из рук в руки. И именно этим мы особенно гордимся на нашей кафедре, что у нас есть специалисты в разных направлениях, которые обладают большими знаниями. Ну вот, смотрите, это икона. Основы этой иконы сделаны из липы, а шпонки, видите, сделаны из ели. И, конечно, анатомические исследования очень чётко позволяют всё это определить. Вот сейчас проект, который меня очень просто воодушевляет, и в котором будет принимать, я надеюсь, участие студентка нашей кафедры, Фаюмский портрет. Это жемчужина коллекции музея изобразительных искусств имени Пушкина. Сколько лет, с детства, бывая в Пушкинском музее, я смотрел на эти произведения искусства и знал об их уникальности. Это египетские портреты на рубеже между античностью и христианским миром. В Пушкинский музей обратился с просьбой помочь в идентификации того, из какой древесины они сделаны, и, может быть, дальше можно будет какие-то более глубокие исследования проводить. Вот экспертная работа, которая у нас выполняется, если они не молекулярные, они связаны с изучением не только анатомии растений, но и полинологии и карпологии. И в этом направлении была создана оригинальная база данных. Она в открытом доступе находится. Ее вы можете посетить, зарегистрировавшись ей пользоваться. Она создана при поддержке гранта РФФИ и совместно с вычислительным центром МГУ. Но, как я уже сказал, не только структурные особенности растений используются для диагностики, используются и молекулярные. Вот секвенирование нового поколения активно используется для этого. И вот здесь вот работа по идентификации компонентов травяных чаев. На самом ли деле в этом травяном чае то, что написано, присутствует? Или там присутствует что-то другое? Не всегда то, что написано. Да, вот метагеномные исследования. Фактически то, что здесь делалось, это метагеномные исследования. Но классические метагеномные исследования – это, допустим, какая-нибудь идентификация планктона в океане где-нибудь, с помощью молекулярных методов. Но хочу обратить внимание, что такого рода исследования и по высшим растениям тоже имеют очень большое значение. И наши сотрудники активно этим занимаются. И активно занимаются секвенированием нового поколения. Как бы заодно здесь могу про это сказать. Но и где-то там еще позже я про это упомяну. Мы активно занимаемся сравнительной эволюционной морфологией растений. И в частности морфологией и развитием цветков в различных группах покрытосеменных растений. Вот эти вот картинки, они раскрашены искусственно. Но это раскрашивание, это часть нашей работы, интерпретативная. Здесь вот, в частности, студенты на практику раскрасили вот эти вот картинки, которые последние были. Вот один из примеров работ по эволюционной морфологии цветка. Одно из растений, которое является эндемиком Мадагаскара. Кстати, вот наша студентка собрала, вместе с коллегами, собрала это растение во время экспедиции, которая была предпринята на Мадагаскар. И стала основой сбора материала для курсовой работы. Вот такое интересное растение, очень мало изученное, эндемичное для Мадагаскара. У него выявлена такая интересная особенность, что бывают цветки, элементы, которых налегают в бутоне друг на друга, образуя такую винтовую симметрию. Вот видите, допустим, лепестки. Они налегают здесь вот так, а здесь вот они налегают вот так. А тычинки вдруг в обратную сторону налегают друг на друга. Короче говоря, у этого растения есть две зеркально-симметричные формы цветка, которые во всем различаются между собой. И эти различия начинаются с того, как там два предсветничка друг по отношению к другу расположены. По-видимому, то, как они будут по отношению к другу расположены, это определяется случайными факторами. Но дальше идет передача позиционной информации. Каким-то образом, ясно, что не генетическим, потому что на растении оба эти программы развития реализуются. Каким-то образом позиционная информация передается от круга к кругу цветка. И это очень интересная задача изучения морфогенеза растений, как передается позиционная информация. Вот этим тоже мы пытаемся заниматься. Ну так вот, интересно, что вот такие вот растения с винтовой симметрией цветка встречаются в разных группах цветковых растений. Это генетическое дерево цветковых растений. Но в одних группах чаще встречаются такие, где у каждого экземпляра растений оба варианта. А вот в другой группе растений больше те, где в пределах вида это стабильно. И там как раз могут именно генетические факторы участвовать в определении типа скручивания вот этого цветка. Но вот здесь видно, что тот объект, который изучали мы из Мадагаскара, он очень сильно расширяет представление о распространении вот этого типа варьирования симметрии цветка. У нас традиционно очень большое внимание уделяется сравнительной морфологии и анатомии семян и плодов. Вот это карпологическое направление фактически оно начинается с изучения зонтичных Георгом Францем Гоффманом в начале XIX века. И с тех пор это направление не покидало пределы нашей кафедры. Вот группа Александра Петровича Сухорукова активно занимается использованием карпологических методов в систематике и эволюционной морфологии. В частности, вот эта работа в очень хорошем журнале связана с изучением односеменных плодов в очень большой группе в целом, в большой-большой и экологически важной группе двудольных растений. А вот изучен тоже с помощью карпологических и одновременно. Обе эти работы они совмещают использование карпологических и молекулярно-филогенетических данных. В данном случае очень большой род, в котором сотни видов, он таксономически реализован, выделены новые роды, сделано очень большое число номенклатурных комбинаций. Очень важно, что это исследования, которые идут в объеме мировой флоры. Потому что на самом деле работать, замыкаясь в рамках какой-то одной географической территории, очень тяжело. Для того, чтобы делать таксономические обобщения, нужно их делать широко в объеме мировой флоры. И здесь очень важно международное сотрудничество. Вот мы видим, что в данном случае это сотрудничество с ведущей группой исследователей из Германии. И тоже хочу обратить внимание, что это, в общем, бакалаврская работа студента Максима Заики, которая опубликована вот эти 85 страниц. Работа, но не только одним числом страниц определяется ее качеством, но и самим, собственно, качеством. Эмбриология тоже. Одно из классических направлений исследований у нас на кафедре. Очень трудоемкая, но позволяющая получить интересные результаты. В настоящий момент мы занимаемся изучением эмбриологии такого рода апанагетан, который можно охарактеризовать, как в котором есть растения отдельные виды из Индии. Вот они описаны индийскими коллегами, у которых можно сказать, что это многосеменные однодольные. Многосемидольные однодольные. Вот видите, вот эти вот все структуры, вот многочисленные они, но напоминают семидоли. Как будто у однодольных должна быть вообще одна семидоля, но вот здесь вот много таких структур, все из них, в общем, чем-то напоминают семидоли. И, конечно, для эволюционной морфологии это ужасно интересно. И нужно это изучать, начиная прямо с ранних, конечно, стадий развития, что и производится в настоящее время. А одновременно с этим бывают и так называемые односемидольные и двудольные. То есть это растение таксономически двудольное, но у них вот одна семидоля. И здесь вот в разных группах цветковых растений такое бывает, в частности в семействе зонтичное такое довольно широко распространено. И вот в сотрудничестве с коллегами из ботанического сада выполнена работа, широкий такой обзор по встречаемости односемидольных и двудольных растений в семействе зонтичное. Тут еще очень важно не просто это описать, поставить галочку, что вот признак числа семидоли не так четко разделяет однодольные и двудольные, как мы думали. Это не самое интересное. Самое интересное понятие, какие закономерности морфодинеза привозят к тому, что появляются такие необычные структуры. И еще важнее понять, а зачем это нужно? В чем функциональный смысл того, что, эволюционный смысл того, что получается именно так? И вот над этим мы тоже пытаемся работать. Особое, очень важное направление исследований – это изучение пыльцевых зерен в самых разных аспектах. Значит, ну, во-первых, просто их структура. Пыльцевые зерна необычайно разнообразны. Их можно изучать с помощью сканирующего электронного микроскопа, можно изучать на трансмиссионном электронном микроскопе, тогда там еще новые бездна разнообразия выявляется. В общем, в этих очень маленьких структурах сосредоточено огромное разнообразие. А самое главное, что их очень много, этих пыльцевых зереных, можно изучать на огромных выборках и получать самые важные сведения, в том числе сведения экологического характера, сведения по историческому характеру. Потому что очень много вопросов эволюции растений, вообще эволюции растительного покрова на Земле, изменений климата, они вытекают из данных о полинологии. Вещи, связанные с полезными ископаемыми, они тоже напрямую связаны с изучением пыльцевых зерен. Но вот такой практический момент полинологии, это аэрополинологический мониторинг. Эти исследования на кафедре начались в 1992 году. Это был первый в нашей стране опыт обращения к аэрополинологии. И сейчас этими исследованиями руководит Елена Растон-Северова. Значит, речь идет о том, что существуют ловушки, которые, как очень аккуратные пылесосы, из воздуха всасывают все, что там есть, и осаждают на определенных таких подложках, которые дальше можно смотреть в микроскоп, и определять, как во времени варьирует концентрация различных пыльцевых зерен в воздухе. И это напрямую связано с прогнозом возникновения аллергии у населения в первую очередь. Поэтому это практически необычайно важная вещь. Значит, за последние годы сеть мониторинга очень расширилась, она включает несколько станций. И самое главное, что кафедра координирует эти исследования и Елена Растон руководит станциями, которые работают в других городах, и обучение специалистов. Это совершенно уникальная вещь, потому что для того, чтобы эти станции работали, должны быть специалисты, которые знают эти пыльцевые зерна, умеют их узнавать. Это то, что можно передать только из рук в руки. Ну и результаты мониторинга, они публикуются в открытом доступе на сайте. Вот примерно так это выглядит. Дальше. Вот историческая часть, тоже те же самые пыльцевые зерна, они прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии. Потому что вы знаете, что есть спорополинин в оболочке пыльцевого зерна. И как раз аллергия-то не спорополинин вызывает, а другие вещества. Но спорополинин, значит, он остается и дает возможность эти пыльцы сохраняться. И мы можем по спорополицевым спектрам реконструировать растительность прошлого. Но для того, чтобы ее реконструировать, надо понять, в каком отношении находится современная растительность к тому, какой получается спорополицевый спектр. Потому что пыльца не всех растений одинаково хорошо сохраняется. И пыльцевая продукция разных растений тоже разная. Поэтому ставятся ловушки, которые целый год стоят, для пыльцевого дождя, который туда попадает в течение года. И сравнивают это с описанием растительности. Это метод современных аналогов. То есть сравнивают растительность современную с пыльцевыми спектрами современными. И это дает возможность интерпретировать пыльцевые спектры прошлого. И подходить к анализу изменений растительности и климата на Земле. Ну вот еще одна связь между полинологией и изменением климата. Вот исследования, в котором приняли участие тоже данные из нашей лаборатории. И вот Елена Растин тоже соавтор этой работы в журнале Lancet. Это очень один из ведущих вообще журналов в мире. Наряду с Nature и Science. И здесь вот вопрос о том, как изменение климата, глобальное изменение климата влияет на здоровье человека благодаря изменению и увеличению продолжительности периода пыления аллергенов. Ну, в общем, работы по аэрополинологии очень востребованы. Они выходят в журналах с очень хорошими импакт-факторами. И это замечательные направления для международного сотрудничества. Вот в области полинологии получен грант по специальному направлению Российского фонда фундаментальных исследований по изучению микромира. Он связан с идентификацией и количественным анализом пыльцевых зерен в воздухе с помощью ДНК-штрихкодирования. В чем проблема? Не все пыльцевые зерна можно... Пыльцевые зерна можно обычно различить вот так вот в микроскопе не до уровня вида, а до уровня рода, иногда до уровня семейства. Особенно вот злаки. Пыльцевые зерна злаков обычно мы только можем отличить, что это злак. И все. А гораздо важнее понять, какие именно это злаки. Потому что у людей-то аллергия не просто к злакам, а к каким-то конкретным злакам бывает. И поэтому на базе секвенирования самого-самого современного поколения предлагается пытаться проводить ДНК-штрихкодирование, то есть ту же самую метагеномику от пыльцы в воздухе. Это технологически очень сложное направление, такое передовое, которым сейчас вот у нас на кафедре занимаемся. Благодаря тому, что у нас есть ведущий специалист в области полинологии, аэрополинологии в России, и у нас есть очень высокого уровня специалисты в области геномики и метагеномики в том числе. Конечно, огромное значение имеет дополнительное образование по курсу полинологии, особенно те организации, которые интересуются экспертизой, криминалистикой. Они очень заинтересованы в дополнительном образовании по полинологии. Большие исследования идут у нас в области систематики растений, микроэволюции. Тут трудно все разделить, потому что вот работы, о которых я рассказывал в связи с карпологией, они тоже, конечно, напрямую связаны с систематикой, так искусственно я разделил эти работы. Но, конечно, это все вместе идет и используются в настоящее время методы молекулярной филогенетики и филогеографии методы активно используются для изучения географического распространения разных групп. Работы по гибридизации, природной гибридизации активно проводятся по изучению ее, потому что растение широко распространено. Ну и мы, конечно, продолжаем описывать новые виды. Вот здесь два года последние не включены, но все равно общая картина ясна, что много новых видов растений описывается нашими сотрудниками и очень из разных частей Земли. Достаточно хорошо карта покрыта теми точками, откуда описываются новые для науки виды. Ну и вот, видите, особенно активно идет работа по флоре Вьетнама. Здесь видно, как широко покрыт Вьетнам точками, где работают наши сотрудники. И, видите, шесть сотрудников и пять студентов в Вьетнаме работали и продолжают в том или ином виде работать. Видите, два наших сотрудника, Максим Сергеевич Николай Александрович, получили медали Российской Академии наук для молодых ученых. Именно за работа по флоре Вьетнама. Это очень престижная награда. И опубликовано просто колоссальное количество статей. Описано очень много новых видов из Вьетнама. И здесь еще последний год не учтен, за который тоже очень-очень много статей вышло, наверное, больше 15. Ну, вот просто пример того, как важно изучать и описывать эти самые новые виды. Вот, например, аспидистра. Такое растение, довольно обычное растение в комнатной культуре. Вот, смотрите, до 98-го года считалось, что 11 видов вообще вроде аспидистра в мире. А сейчас их около 180 видов описаны. То есть огромное количество новых видов описывается постоянно. И они очень разные. Вот видите, какие разные у них цветки. И очень важно понять не просто их описать, эти виды, а понять, в чем функциональный смысл этих различий. И вот, например, была точка зрения, что некоторые из этих цветков управляются ракообразными. Вот такой вот... Да, конечно, это точка зрения неверной оказалась, но все равно интересно, как сама точка зрения. Аспидистры Вьетнама. Вот, посмотрите, до 2004 года было известно два вида аспидистра в Вьетнаме. Сейчас больше 60 видов. Большинство это эндемики, известные только там из одной точки. Вот как выглядит Вьетнам. Как там сводятся леса, уничтожаются экосистемы. И, конечно, очень важно эти растения попытаться открыть и описать, по крайней мере, до того, как они исчезнут с лица земли. А по возможности не только открыть, но и изучить их биологию. Исследованиями, которые у нас проводятся, удалось впервые, по крайней мере, понять, как правильно выглядят процессы опыления вот этих вот растений из рода аспидистра. Сотрудничество с энтомологами, поскольку это делается, выяснило, какие насекомые их опыляют. Ясно, что это тоже неописанные насекомые. Проведенный генетический баркодинг, новый способ опыления описан. Ну и, в общем, новые эти виды аспидистра, они продолжают описываться и радуются своим огромным разнообразием. Особое направление исследований связано с микодетеротрофными растениями, то есть теми, которые паразитируют на грибах. Они у нас в Подмосковье тоже есть, но в тропах они гораздо более разнообразны. Тоже описываются новые виды, но этим дело не ограничивается. Дальше идет глубокое изучение их морфолого-анатомического строения, тоже с публикацией статей высокого уровня. И молекулярные исследования тоже очень интересны, особенно изучение геномики этих растений. Что происходит, например, с пластидным геномом у тех растений, которые не фотосинтезируют. Казалось бы, им хлоропласты не нужны, но хлоропластов у них и нет. Но пластиды есть, и геном этих пластид есть. Он очень сильно отличается от обычного генома. В нем исчезли многие гены. Но чисто теоретическое огромное значение имеет понимание того, как преобразуется этот геном при утрате фотосинтеза. И этим занимаются... Наша студентка сейчас этим занимается в сотрудничестве с Марией Дмитриевной Логачевой, которая работает в Сколтехе и на факультете биоинформатики и биоинженерии Московского университета. Вот группа Татьяны Евгеньевны Краминой занимается очень сложным родом лотуса семейства Бобовые, как такой модельной группой, где очень широко развиты явления гибридизации, как современной, так и древней гибридизации, где анализируются случаи неконгруентности филогенетических деревьев, полученных при изучении пластидных и ядерных маркеров, а зачастую даже разных ядерных маркеров, как вот показано на картинке справа. Это позволяет очень интересные выводы делать об эволюционной истории этой группы. Ну и что важно, что сюда относятся важнейшие модельные объекты для экспериментального изучения всех бобовых растений – лотус японикус. И в частности, Татьяна Евгеньевна показала, что этот модельный вид лотус японикус на самом деле представляет собой два биологических вида, и один из них описал, как новый для науки. Вот интересные такие биогеографические тоже обобщения можно сделать, изучая эту группу. Мы стараемся заниматься также и ископаемыми растениями, мы считаем своим приоритетом сотрудничество с палеоботаниками, и мы, вероятно, можем предложить что-то взаимовыгодное им. В частности, вот работа по изучению цветка из янтаря. Это древнейший ископаемый цветок прунус, то есть прунус – это род, куда относятся много культурных растений, здесь и вишни, и черешня, и слива, и так далее. И он очень интересный, этот цветок, он, во-первых, мужской, в данном случае, и с очень таким хорошо заметным андроцеем. Такие виды рода прунус сейчас встречаются в тропиках. А это растение найдено в более гораздо высоких широтах, вот на Украине в данном случае, и это важно для понимания, ну, опять же, изменения климата в этом регионе. Вот очень интересная работа Анны Глебовны Платоновой по загадочным микроспорам, которые прикрепляются к поверхности мегаспор плоновидных растений, юрских в данном случае. Вот видите, к мегаспоре приклеены вот такие вот штучки, они похожи на каких-то вот щитовых, знаете, вот такие нехорошие существа, которые нападают на комнатные растения. Вот видите, он как бы, вот он так вот приклеивается. На самом деле, по-видимому, он приклеился, как вакуумная присоска. Это микроспоры, которые приклеивались, как вакуумная присоска. И смысл был в том, чтобы вместе с мегаспорой, микроспором оставаться на тот период, когда будет сухой сезон. Когда вода снова будет в доступности, микроспоры прорастут там же, где мегаспоры и произойдет половой процесс. Но это вот другие, тоже ископаемые гетероспоровые растения, у которых микроспоры другим способом прикреплялись к мегаспорам. У нас очень серьезная лаборатория биологии и развития есть, где один из основных аспектов научных исследований это культура растительных тканей инвитера и микроклональное размножение растений. Вот здесь очень большое число направлений, которыми занимается эта лаборатория. Есть коллекция живых растений. Видите, отобрана технология микроклонального размножения почти 130 видов и сортов растений из разных токсономических групп, в том числе лекарственных и декоративных растений. Здесь проходит летняя практика студентов, в том числе биотехнологического факультета, потому что это несомненная часть биотехнологии. И это пользуется большой популярностью у студентов. Вообще сотрудники лаборатории биологии и развития, они выполняют целый ряд таких высокотехнологичных исследований. В частности, вот здесь вот про работу такая чисто молекулярная, про гены, обеспечивающие устойчивость картофеля к патогенам. Здесь же вот в этой лаборатории биологии и развития так исторически сложилось, что в ней у нас молекулярная лаборатория образовалась. И здесь работают как раз специалисты по геномике растений. И вот это Анна Сергеевна Спиранская, Анастасия Александровна Креницына. Вот здесь, значит, исследования по пластидным геномам, в данном случае папоротников и луков. Вот у них идут вот эти вот темы и получены интересные результаты. Значит, в частности, вот видите, здесь у одного из видов лука, там, одно из, одни из таких важных генов исчезли в пластидном геноме. В принципе, они время от времени, эти гены исчезают у представителей разных групп цветковых растений. И это может какое-то там экологическое значение иметь. Поэтому здесь интересные приложения, вот у экологического плана, они у этих работ по геномике существуют. У нас идут работы по изучению флор и проблемам охраны природы. Есть тоже специальная лаборатория, которая этим занимается. У нас, вот видите, очень большое число выходит различных флор и по разным регионам, да. Красные и черные книги. И красные книги о том, как охранять растения. Черные книги о том, как защищаться от нежелательных инвазионных растений. Вот в публикации черных книг, вот Сергей Робертович Майоров, у нас один из пионеров в нашей стране. Вот, например, черный клуб «Книга Калужской области» издана в прошлом году. Это первая книга, первая черная книга в нашей стране, созданная по заказу областной администрации. Они как чисто научный проект. Мы довольно активно участвовали в процессе Атлас Флора Европы. Это международный проект, где картируется распространение всех видов растений на территории Европы. Здесь вот эта суммарная карта выполнения этого проекта. Она показывает, сколько видов находится на какой территории. Вот мы здесь видим, что окрестности Москвы, они более богаты видами, чем то, что вокруг нее находится. Это, конечно, связано не с какими-то климатическими условиями, а с тем, что просто в окрестностях Москвы более активно изучали флору. И во многом благодаря исследованиям именно сотрудников нашей кафедры. Ну вот пример интересной флористической находки. Вот растение, которое трудно заподозрить в том, чтобы оно было инвазионным. Такой красивый весенний цветочек. Вот видите, вот это его точки ранее известные. И вот точка, найденная в калушеских засеках. Возможно, это результат распространения на дальнее расстояние. Но, может быть, связь с изменениями климата здесь какая-то есть. Но человек ли был причиной этого распространения, очень не факт, что это так. Ну, это один из последних моих слайдов. Он показывает, как широко мы сотрудничаем с учеными из разных научных центров. Здесь размер кружка пропорционален степени этого сотрудничества. Но надо сказать, что эта картинка динамичная. Я ее несколько лет назад составил. Она сейчас может немножко измениться. Но общая картина ясная, что мы активно сотрудничаем с другими организациями. И мы активно участвуем в дополнительном образовании в разных его видах. Конечно, наверняка вас заинтересует, какие именно темы научных исследований вы сможете взять, если попадете к нам на кафедру. Ну, отчасти ответ на вопрос в том, что было раньше рассказано. Такого примерно типа работы можно и брать, а также и другие. Мы на сайте публикуем список тем. Сейчас мы его проапгрейдим. И завтра, наверное, он будет уже гораздо лучше, чем сегодня. И этот список, он, конечно, не исчерпывающий. Но он дает представление о том, какие темы могут быть взяты. Ну, где работают выпускники кафедры? Ну, конечно, многие из них занимаются наукой, занимают хорошее положение в науке. Вот заведующий лабораторией Палеонтологического института. Старший научный сотрудник Палеонтологического института тоже очень успешный. В институте проблем экологии и эволюции работают наши выпускники и очень активно занимаются исследованиями, связанными с экологией. И предлагают работы студентам нашей кафедры. Они работают и в Эфиопии, и на Аляске, и в разных других интересных местах. Тогда вот в Монголии, в ботанических садах, конечно, работают наши сотрудники. Вот здесь Виталий Аленкин показан, есть ссылка на его интервью. Он один из кураторов тропической оранжереи в аптекарском огороде, с которым мы, конечно, поддерживаем тесную связь. И руководитель оранжереи тропических растений в главном ботаническом саду Михаил Сергеевич Романов тоже наш выпускник. Вот видите, в таможенной службе работают наши выпускники. Кто-то занимается популяризацией науки. У нас наши выпускники очень успешны как в изучении молекулярных аспектов эволюции растений. Вот Галина Викторовна Дегтярева работает в ботаническом саду. Здесь написано, что у нас старший научный сотрудник, она уже ведущий научный сотрудник. И один из наших очень успешных исследователей эволюции растений Мария Дмитриевна Логачева. Человек, который одну из самых успешных карьер сделал после окончания нашей кафедры. Работает в Сколтехе и на дни имени Белозерского и на факультете биоинформатики и биоинженерии. И она, значит, один из пионеров секвенирования нового поколения в нашей стране. И сотрудничает не только с ботаниками, но и с зоологами, и молекулярными биологами, и самым широким спектром исследователей. Значит, люди занимаются и устойчивым развитием, и образованием, и ландшафтным дизайном. То есть спектр мест, где можно работать, закончив нашу кафедру, очень велик. Ну и вот это сайт нашей кафедры, куда мы всех вас приглашаем, где мы разместим эту презентацию. И также темы работ, которые вы можете взять. Большое спасибо за внимание.